Житель приграничного села Копчегай Максадбек Ахматов лишился дома в ходе вооруженного конфликта на Кыргызско-Таджикской границе. Сейчас он занимается строительством нового дома. Уже возвели стены, собираются крыть крышу. В этом ему помогают его друзья. По его словам, стройматериалы доставляют своевременно. Мы начали строительство около месяца назад. С нуля строим сами, так как не было строителей. Хочу достроить дом до насупления холодов. Самая главная фирма приводит все нужные стройматериалы в срок. Чомард Абдалимулу – тоже житель села Копчегай. Фундамент дома был возведен еще 20 дней назад, но кладку стен еще не начали. Стройматериалы некоторые фирмы не доставляют в срок. Залили только фундамент. Кирпич еще не доставили. Такими темпами дом до Нового года нам не построят. По словам строителей и главы села, в начале восстановительных работ были временные трудности, которые задерживали ход строительства. Дней 15 назад по неизвестным нам причинам представителям фирм было сложно начать строительство. Сейчас они работают в полную силу. Например, селя Копчегай из 79 домов не возвели стены только у четырех. В общей сложности по Баткенской области идет строительство 413 домов. Из них возвели фундаменты 144 домов. И построены стены 74. «Седьмого октября мы заключили договор с генподрядчиком, а уже 15 октября начали строительство. Так в течение месяца мы ведем непрерывную работу. Но погода подводит, часто идет дождь. По нашим планам до Нового года мы должны завершить строительные работы на 80-90 процентов». Напомним, в сентябре из-за вооруженного конфликта на государственной кыргызско-таджикской границы пострадал 661 жилой дом. Из них 423 полностью были сожжены. Так, с октября на территории всей области идут восстановительные работы жилых домов жителей приграничных сел. По окончании строительства домов начнут возводить соцобъекты.